В преддверии 9 мая Михаил Инкин, заместитель председателя общества инвалидов войны, проводит плановое заседание. Среди текущих вопросов подготовка к Дню Победы, вспоминая которой Михаил Афанасьевич все время возвращается к началу войны. В 41-м он был учеником 9-го класса. С обидой рассказывает, как не брали на фронт и вместо поля боя послали заканчивать 10-й класс. В итоге, благодаря школьному образованию, 16-летнего Михаила Инкина направили во Владикавказ – военно-пехотное краснознаменное училище, где он на ускоренных курсах и выучился на минометчика. Попав в 17 лет на фронт, получил задание – корректировать огонь и на переднем фланге обеспечивать безопасность товарищей. В 44-м Михаилу Инкину присвоили звание младшего лейтенанта. Вскоре он стал командовать минометным взводом. С боями прошел в Румынию, Чехословакию, Венгрию, брал Будапешт. Песенка есть «Медаль за город Будапешт», я брал там. Очень тяжелые бои были. Я форсировал Дунай, форсировал приток Дуная-Тису. Было окружено более 5000 фашистов. И Гитлер решил их вызволить оттуда и устроил бой под городом Секеш-Пехервар. Секеш-Пехервар послал 11 танковых дивизий. Очень тяжелый бой был. Очень тяжелый бой был. Все дни войны, вспоминает Михаил Афанасьевич, это беспрерывная тревога. Постоянные налеты заставляли думать о смерти. И она постоянно была перед глазами. Многие солдаты погибали, не успев повоевать. Сам Инкин на войне получил легкое ранение, а еще был обморожен и контужен. Снаряд разорвался, а впереди меня стоял наводчик, занимался с минами. И весь взрыв пошел на него. На меня пошинели, после некоторые осколки пошинели, я остался совершенно живой. Мы его, когда, так сказать, немножко утихли после разрыва, смотрим, у него торчит мина в голове, осколок от мины. Вот нам повозку начали везти, пристрелить, пристрелить, пристрелить. И все, они довезли, и все. Пришлось останавливать повозку, плащ-палачку, кое-как завернули, похоронили. И таких случаев было очень немало. Это горе. Это невероятное горе. Войну Михаил Инкин закончил в Австрии. Известие о победе его застало в Альпах. Говорит, этот день стал самым счастливым в жизни. Мы, конечно, свои минометы, батареи направили туда, чтобы не по населению, не по населенным пунктам стрелять. И в 12 часов ночи это был салют победы боевыми. Самый боевой салют был. У меня в одной руке пистолет, в другой в автомат. Командую, огонь! И все полетело туда, руки, ноги дрожат. И все это радость, радость, победа. Вот так праздновали победу в Австрии. Демобилизовавшись, Михаил Афанасьевич осуществил свою мечту. Поступил в Институт морского флота. Поработал и в Мурманске, и на Дальнем Востоке, в порту Ванино, где и завел семью. В 1962 году перевелся в Сочинский морской порт. Супруги Инкина по состоянию здоровья порекомендовали сменить климат. Здесь участник Великой Отечественной стал порторгом порта. Затем секретарем райкома партии. Депутатом. Был и одним из руководителей центрального района курорта. Строил улицу Донскую, мамайку, отвечал за возведение цирка, фестивального. Комсомольский сквер – также его рук дело. Занимая разные должности, Инкин все время шефствовал над школьниками. И сегодня его наставления адресованы подрастающему поколению. Это мое кредо – делать людям как можно больше благополучия. Это надо уметь делать. А для того, чтобы уметь, надо быть здоровым человеком. Надо заботиться о своем здоровье, заниматься, вести активный, здоровый образ жизни. Мало этого, здоровому человеку надо уметь и иметь образование, и иметь профессию, и по профессии своей эффективно работать и давать счастье людям. Вот это самое большое напоминание людям. Школа номер два участника Великой Отечественной и сегодня считает шефом и наставником. Работая в порту, Михаил Афанасьевич помогал учреждению строить спортивную площадку. Спортивные сооружения и сегодня служат школьникам. Пригодились турники и ему самому. Живя по соседству со школой, Михаил Инкин здесь проводит. Каждое утро – зарядка, пробежка, подтягивания. Сегодня все это – неотъемлемая часть жизни ветерана. У меня только 90 лет, я борюсь.